В художественном музее расцвели необычные цветы из холодного фарфора. Охапки васильков, корзины с подснежниками, сирень, маки, а еще ожившие 3D-модели картины русских и голландских художников. Все это дело рук тульской художницы Елены Софиевой. Выставка открылась сегодня. Диалог цветов, так она называется, подслушала Наталья Егорова. В этом зале, кажется, даже витает цветочный аромат. Елена признается, многие посетители каждый раз так и норовят потрогать экспонаты и удостовериться, что они не настоящие. Кто-то даже уверяет, что растения засушенные. На самом деле такая естественность достигается огромным кропотливым трудом. Вот эта охапка васильков, кстати, по мотивам картины Левитана, делалась полгода. А на всю коллекцию ушло целых 5 лет. Холодный фарфор – это название полимерной глины, самоотвердевающей на воздухе. Чтобы слепить даже один цветочек, требуется несколько часов. Нужно это вырезать, раскатать глину. И сутки она сохнет. Сначала делаются заготовочки, а потом это все вручную собирается. Многие говорят, что это искусственный материал. Но мы вкладываем туда душу. Все очень серьезно. Прежде чем приступить к работе, Елена штудирует учебники-ботаники. Изучает каждый цветок, его строение. Поэтому каждое растение – это точная копия. Цветы выглядят настолько натурально, что однажды, рассказывает Елена, во время фотосессии на них даже сели насекомые – шмели. Когда я рассматривала букеты сирени, мне даже хотелось найти, вот честно, одну сирененку, цветочек пятилепестковый, да, чтобы загадать желание. Кстати, цветочек с пятью лепестками на счастье в букете сирени есть, говорит художница. Но для того, чтобы желающие съесть экспонат, не дотянулись до него, приходится прятать под стеклом. У Елены Софеевой нет профессионального художественного образования, но она училась у японских и американских керамистов. Техника у них очень отличается. Приходится зачастую методом проб и ошибок создавать свои произведения. Многие композиции – это своеобразные 3D-модели, картин русских, голландских художников. На этой выставке представлены одуванчики, которые мы знаем, что есть в хранилищах этого музея. Поэтому мы привезли именно одуванчики сюда. Кстати, к этим левитановским одуванчикам у работников музея особенно трепетные отношения. Выставка побывала во многих российских городах. Хотя с доставкой хрупкой коллекции есть свои сложности. Довести в целости и сохранности цветочные букеты трудно. Бывает, что и не досчитываются каких-то деталей. Поэтому и в Чебоксарах представлены не все работы, а лишь часть. Несмотря на это, говорит Елена, хочется показать красоту большему числу людей. В столице Чувашии экспозиция будет работать до 22 сентября. А затем надолго отправится за рубеж. Наталья Егорова, Екатерина Галакова, Вести Чувашия.